Здравствуйте, меня зовут Мила Венецианская, я профессиональный астролог. И сегодня мы с вами поговорим на такую же вытрепещущую тему, которая актуальна во все времена. Та-да-да! Второй дом или дом денег в натальной карте. И, казалось бы, сейчас мы все узнаем про эту сферу, сможем заработать кучу денег, станем миллиардерами, в список Forbes, да-да, не обязательно, можно просто много денег, и будем счастливы, богаты и свободны. Да, но нет. Так что такое дом денег в натальной карте? Второй дом, я сказала, второй дом. А в натальной карте есть два дома, где есть деньги. Второй и восьмой. Нет. Понятно, что в каждом из домов есть деньги, каждый из домов, пересекаясь со вторым, может организовывать формулы, которые подсказывают, где еще взять денег, и где эффективнее их зарабатывать. Но это отдельная история, которая смотрится профессиональным астрологом, анализируется, выводится какая-то общая тенденция, и дается рекомендации человеку. Но если вы начинающий астролог, либо продолжающий, но все-таки хочется узнать какой-нибудь секретный ингредиент, начнем с простого. Второй дом, он второй в натальной карте. Первый дом это что? Это наше собственное тело. Кстати, у нас есть ролик про асцендент, по первый дом. Вы можете там посмотреть, что такое первый дом в натальной карте. Так вот, первый дом это наше тело, а второй дом это все ресурсы, которые мы зарабатываем своей инициативой, своим трудом, то есть все, что мы можем сделать сами. По большому счету, ни с кем не объединяясь, ни своими деньгами, ни своими возможностями. Самый простой пример заработка по второму дому, это когда мы ходим на работу, что-то выполняем, оказываем услугу, или что-то производим, выполнили работу, и нам несколько раз в месяц заплатили за то, что мы сделали своими руками, или там своим ртом сказали, или подумали, и, допустим, отчет какой-то написали. Ну, то есть это результат или продукт того, что мы сделали в одно лицо. Можно ли там заработать много денег, или там всегда мало денег? У всех по-разному. Кто-то действительно самостоятельно, в одиночку, может зарабатывать очень много, кто-то нет, кому-то нужно объединяться с другими и включать другие механизмы натальной карты, чтобы действительно достичь большого количества денег. Но мы сегодня все-таки про простой вариант. Следующий момент. Обязательно ли деньги по второму дому зарабатываются только в найме? Нет. Человек может иметь свое дело, может даже какой-то небольшой бизнес, но чем крупнее бизнес, тем сильнее стремится эта бизнес-структура вывести человека за рамки второго дома. Но вот момент очень важный. Если вы тот самый бизнесмен-предприниматель или леди, бизнес-вумен, предпринимательница, то имейте в виду, какую зарплату вы себе платите. Вот есть у вас бизнес. И если ваш бизнес и ваш карман это одно и то же вы не разделяете, вот тут вот есть большой вопрос. Потому что некоторым людям по натальной карте, по их второму дому, нельзя свой карман объединять с карманом бизнеса. То есть оттуда нужно что-то себе выплачивать, класть. И если вы все-таки тот бизнесмен-предприниматель, который именно так и делает, мы имеем в виду, что вот из общего бюджета, из дохода, из каких статей, да, выплачивается зарплата сотрудникам, если даже человек-владелец, например, или он и владелец, и генеральный директор, то есть организовал, прописал в ведомости себе зарплату, перечисленную на карточку, ну, либо наличными забрал, то это как раз второй дом. Все деньги бизнеса будут в другом месте на натальной карте. А вот деньги в собственный кармашек, это по второму дому. Более сложный механизм, я сейчас очень сильно упрощаю то, что рассказываю, потому что полноценная консультация финансовая, она, конечно, немножко по-другому построена. Я просто сейчас вам пытаюсь развести понятие, потому что многие, кто приходит и говорит, я хочу много денег, каким бизнесом мне заниматься, то есть сращивают понятие собственного кармана и кармана бизнеса. Но я предупреждаю, что, наверное, на начальной стадии нужно понимать, что где-то либо придется разделить, либо сразу осознавать вот этот тонкий нюанс. И бизнес может, у бизнеса могут быть и большие обороты, а у человека по зарплате, он себе зарплату там 3 тысячи выплачивает, например, да, или прожиточный минимум. Ну, попробуй человеку проживи с большой семьей и так далее на вот этот вот маленький прожиточный минимум еще и всех обеспечивать на том уровне, который себе человек позволяет, ну, когда он бизнесмен, и деньги напрямую из бизнеса вытаскивает. То есть здесь должно быть такое прямолинейное указание в карте, чтобы человек мог вот так вот прямо таскать ресурсы. Если вы хотите разобраться, что у вас с финансами в натальной карте, добро пожаловать на консультацию. Записаться можно по ссылке под этим видео. Итак, в целом, теперь нам понятно, что второй дом, то есть деньги по второму дому, это все результат нашего труда. Но вот вопрос, а что с этими деньгами-то делать? Их тратить, копить? А если тратить, то как? Все под ноль или все-таки нет? А на что? А в семейный бюджет вкладывать или нет? А можно ли жить на деньги мужа? А можно ли жить мужу на деньги жены? Все эти нюансы как раз в натальной карте отражены. Но давайте сейчас остановимся именно на том, все-таки копить или тратить. Второй дом – это событие. Это не то, как нам хочется. А то, как нужно. Когда мы ведем себя в распоряжении ресурсами по второму дому, мы миру даем понять, что я свои деньги знаю, чувствую, давай мне еще. И мир нам будет помогать их зарабатывать. Если же мы идем наперекор нашему второму дому и не учитываем его специфику и нюансы, тогда мы тем самым миру даем понять, я ничего не знаю про свои финансы, я никак их не чувствую, я ими никак не могу распоряжаться. И мир говорит, а, ну, зачем тратить ресурсы. Соответственно, у нас вот поток финансов, он может постепенно уменьшаться, уменьшаться и остаться только маленькой такой струечкой на выживание. Каким людям нужно сохранять доходы в большей степени? бесспорно можно тратить. Ну, тратить на что таким людям? То есть они копят, сберегают. У них всегда есть какая-то копилочка, в которой лежит там 2-3 зарплаты условные, либо не зарплаты, а вот 2-3 суммы, которые человек себе определил, как необходимую, что, ну, вот на эти деньги можно месяц прожить. То есть оттолкнуться не от того, сколько человек зарабатывает, а от того, сколько ему на месяц нужно. Значит, берем вот эту сумму, умножаем на 2 или там на 3, ну, и, соответственно, до этого размера догоняем копилочку, накапливаем, ну, а дальше уже постепенно добавляем еще в копилочку, остальное можно расходовать. И момент такой, что поставить цель на что копить, да, или результат какой-то, какой нам хочется достичь в итоге. Можно результат в итоге достичь, это вот какую-то планку побольше установить, повыше, ну, то есть сумму больше, да, чем мы обычно зарабатываем. Скопить. Либо просто поставить себе, не знаю, какую-то банку или выделить в электронном виде какой-то сектор, да, что вот тут вот копилочка на квартиру, машину, дачу и так далее, так далее, обучение, дети, ну, что угодно. То есть прям вот пусть эта копилочка будет либо в реальном, либо в виртуальном мире, но у кого карта про копить, лучше, чтобы в реальном мире копилочка тоже все-таки присутствовала. Так кому же все-таки, скажите, копить? У вас, куспит второго дома попал в знак земли, то есть телец, дева, козерог, или в знак воды, рак, скорпион, рыбы. Эти знаки земли и воды, это иньские стихии, которые поглощают и удерживают. И если вы как раз финансы поглощаете и удерживаете, ну, поглощаете и не спускаете, поглощаете и удерживаете в виде копилочки, это знак тому, да, миру, знак Вселенной, что вы все-таки в контакте со своими ресурсами. Что еще? Если у вас во втором доме стоит Сатурн, это тот же самый козерог, Венера, тот же самый знак тельца, Луна, то есть тот же самый знак рака, Плутон равно скорпиону, Нептун равно рыбы, то вот эти вот пять планет, находящиеся во втором доме, они тоже рекомендуют завести копилку, сохранять и удерживать, ну, и расходовать на что-то нужное, выгодное, продуктивное. Теперь поговорим про другой типаж. Люди, которым нужно расходовать, тратить, где там немножко, может быть, там, кредитоваться, вкладывать во что-то, необязательно обменивать на ресурс, ну, например, там, все время покупать какие-то вещи, предметы, нет, можно еще и на какие-то услуги, в свой имидж, в свои развлечения, в свою учебу, ну, то есть вот просто вот тратить, тратить деньги и не только там на какие-то приятности, но еще и полезности и нужности. Кому деньги в приоритете тратить, стремясь к тому, чтобы вот этой вот такой прочной финансовой подушке не образовывалось. Люди, у которых у Спида II попал в знак огня, овен, лев, стрелец, или в знак воздуха, близнецы, весы, водолей. Эти знаки, они янского типажа, то есть наружу, и когда человек заработал, потратил, заработал, потратил, вот этот заработок постепенно-постепенно будет становиться все более наполненным, то есть денег человек будет зарабатывать больше, от мира будут поступать больше. Либо мы говорим про планеты, которые стоят во втором доме. Солнце равно лев, Марс равно овен, Юпитер равно стрелец, по воздуху пройдемся, Уран во втором доме, Меркурий во втором доме. Эти пять планет своим положением во втором доме нам намекают, что неплохо было бы тратить. А что тратить, скажете вы, если я и так мало зарабатываю? У меня на траты ничего не остается. Но суть в том, чтобы чуть-чуть четко бюджет, что куда вам нужно потратить. И все-таки хотя бы микроскопическую, небольшую сумму, пусть это будут те же самые 100-200 рублей, которые у вас остались, но вы их тратите на себя, на развлечения, на удовольствие, на обучение, на свой имидж и так далее. На что конкретно нужно тратить, это уже, наверное, вопрос профессиональной консультации, но опять же говорим, что человеку рекомендовано не задерживать ресурсы у себя надолго. И если даже нужно купить что-то крупное, то скопить, но как только, вот, например, последняя копеечка до стоимости того, что вы хотите купить, вот там туда легла, ни в коем случае не передумывать, а сразу расходовать деньги и приобретать, то есть обменивать на что-то крупное и дорогое. А те люди, у которых смешанные показатели. Есть, например, Куспит второго попал в Деву, то есть это копить, а во втором доме стоит, ну, например, Меркурий. В этом случае мы делим свой бюджет, создаем отдельную копилочку для Куспида второго в Деве, то есть подкапливаем, а по Меркурию остальную сумму тратим. То есть вот прям, ну, небольшую какую-то копилочку создаем, миру давая намек на то, что Деву мы уважаем, любим. В Меркурии дальше уже расходы какие-то ежедневные либо на учебу, например, или на гаджеты на какие-то по Меркурию. Можно поступить другим путем. Это по Деве начать относиться к финансам, то есть вы знаете, куда что потратили, вы собираете, либо распечатываете чеки, у вас есть тетрадка с доходами, то есть бюджетом доходы, расходы, здесь только вот, а тут вложил, а тут в банке лежит, а процент вот такой, выгодный, невыгодный процент. То есть это отношение к ресурсам по Деве. Сейчас у некоторых просто как будто бы пенопластом пошуршали вести вот эту бухгалтерию, но да, Дева такое любит. То есть можно, как я уже сказала, не с позиции копилки, ну, а с позиции просто принципов взаимоотношения с деньгами. Тоже такое можно допускать, внедрять по рекомендации вашего второго дома, и вы к своим большим финансам, большим по отношению к тому, что есть у вас сейчас, точно станете на шаг ближе. Если вы хотите знать, как увеличить доходы, то вы можете скачать гайд, ссылка на него под этим видео, и узнать больше на эту тему.